Доброе утро, дорогие братья и сестры! 1 Фессалоникидс, 4 глава у нас сегодня с 1 по 5 стихи. На, кратенечко пройдемся. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Предложение не закончилось, но дальше читать не будем, на следующий раз оставим. Итак, здесь есть о чем поговорить. Первое, с чего начинает Павел, как бы подытоживает сказанное до этого и переходит к новой теме. «За семь, братья, просим и умоляем вас». Я закончил ту тему, а вот и переходим к следующему. Следующий, однако, является повторением небольшим. Он говорит, что чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Мы уже с вами говорили о том, что рост духовный, совершенствование в любви – это процесс такой бесконечный, на самом деле, процесс, не имеющий границ. Да, и он всегда индивидуален. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что есть какие-то универсальные вещи, но с другой стороны, с каждым человеком Бог имеет дело особенно, индивидуально. Но, повторюсь, важно не забывать, что духовный рост – это постоянное движение вперед. Это нельзя останавливаться никогда. То есть, если человек останавливается в этом, он начинает откатываться назад. Вот такая логика, это как Алиса. Чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. А чтобы хоть куда-то продвинуться, нужно бежать в два раза быстрее. То есть, это Алиса Дезеркаля. Такая фразочка есть. Вот в христианской жизни примерно то же самое. Конечно же, это не означает, что Бог хочет нас измотать и давать нам неодолимые какие-то задания. Но, с другой стороны, он показывает путь. Это именно путь, реальность. Вот она такая. Чтобы нам двигаться во Христе, нам нужно бежать изо всех сил. Чтобы хоть куда-то продвинуться. Вернее, чтобы оставаться на месте. Вот, ладно. Все понятно. Ибо воля Божия есть. Да, и вы бы сами знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Интересно, что многие исследователи говорят о том, что вот это слово здесь заповеди. Во-первых, интересно, что Павел говорит про свои наставления, которые он дал в Писании Никитин. Называет их заповедями. Ну, то есть, мы понимаем, что Павел был абсолютно уверен, что это воля Божья. Это так и есть. И поэтому он не стеснялся называть их заповедями. Но интересно, что, повторюсь, многие исследователи говорят о том, что слово здесь употреблено под словом заповеди. Это слово на самом деле не соотносится к заповедям, с заповедями, которые в Ветхом Завете были, вот те самые 10 заповедей. Вот. А это слово скорее означает приказы военачальника своим подчиненным. На поле боя ли или в мирное время, неважно. Это, на самом деле, приказы начальника. Такое вот интересное и твердое слово употребляет Павел. Вот. Но, в общем-то, здесь это оправдано. Потому что, на самом деле, если отмести все, ну, знаете, всякие вот эти вот, извините за просторечие, все вот эти рассусоливания о том, что все милое и прекрасное, и любовь-то морковь, и мягкость, и доброта, и так далее. Вот, если все вот это вот немножечко в сторону отложить, вот эти вот эмоции, вот, хотя от Господа, понятное дело, есть у Господа обилие доброты, милосердия, несомненно. Но если все это немножечко отставить в сторону, то реальность такова, что мы куплены дорогой ценой. И мы искуплены от этого мира. Господь выкупил нас буквально, и мы Его. И Он имеет право нам давать приказания. А приказания, как известно, лучше слушаться. И не под страхом, конечно же, наказания Господь дает все-таки нам другую картину мира. Но все-таки настоятельно, настоятельно говорит послушаться. Вот, часто это Он облекает в форму, ну, как призыва, такого, ну, смягчает, что ли, да, смягчает этот приказ. Но приказ остается приказом. В общем-то, Библия приказывает нам, и Господь имеет право нам приказывать, приказывать нам делать доброе, оставаться во Христе. Третий стих. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Или блуда, кто кому нравится, не знаю. Да, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотений, как и язычники, не знающие Бога. Первая проблема, которую вскрывает Павел, которую предупреждает здесь Павел, это блуд. В других переводах употребляется слово распутство. Употребляется слово распутство. И это, на самом деле, очень широкий термин. Он включает в себя все возможные варианты сексуальной распущенности или жизни, и всяких там дел, и проявлений сексуальных вне брака. То есть, вот все, что угодно. Отношения с женщинами или мужчинами вне брака, какие-то там другие действия сексуального характера, флирт, или там, не знаю, ну, вы сами понимаете, вариаций много. Но, тем не менее, вот, Писание нас очень строго предостерегает против таких вещей. И, на самом деле, это какая-то беда стала в последнее время, потому что все больше и больше, вот, все больше и больше вокруг нас масс-медиа, киноиндустрия, как раз-таки разжигает эту страсть похотения, которая в пятом стихе употребляется. То есть, ну, и всякие там, и мода, и просто отношения между людьми становятся более распущенными, менее сдержанными. Вот, но, как говорится, человечество это уже проходило. Вот, есть, приведу одну цитатку. Вот, цитатка такая, не слабая, меня шокирует. Древний греческий автор Демосфен дает следующее описание бытовавшему в Римской империи состоянию сексуальной распущенности. У нас есть проститутки для удовольствия, у нас есть любовницы, которые за дня в день удовлетворяют нужды нашей плоти, у нас есть жены, которые верно заботятся о наших домах и семьях. То есть, мы видим тон, тон этого автора, он говорит, ну, да, у нас вот так. И такие есть дамы, и такие дамы, ну, жены, да, само собой, конечно. Вот, ну, я про остальное вообще не буду упоминать, про нравы греческой и римской культуры, вот, тогдашнего времени вы можете почитать сами. Вот, если вы возьмете какое-нибудь издательство, ну, какой-нибудь материал непредвзятый, без всяких наслоений современных, упрощений и смягчений, то, конечно, там все достаточно было жестко. То есть, вот это все, вся вот распущенность и всяческий вот грех сексуальный, он там буквально вот со всей пышностью процветал. Вот, здесь написана такая заповедь, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Умел, это означает, обладал набором навыков, которые позволят вам этого избежать, которые позволят вам добиться цели. Это как, ну, мы понимаем, ремесленник какой-то, профессионал своего дела, ну, любого дела на самом деле, имеет в своем арсенале, вернее, имеет у себя целый арсенал инструментов, которые позволяют ему делать работу хорошо. И, ну, прям, хорошо, качественно, быстро, однозначно добиваясь цели. Ну, вот, то есть, возьмите любого, да, хоть плотника, хоть кровельщика, хоть там кого угодно, хоть какого-нибудь биржевого спекулянта. У всех у них есть набор умений, набор инструментов, с помощью которых они умеют делать свое дело. Так вот, Павел призывает к чему-то подобному, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. То есть, мы должны стать профессионалами в этой области, другими словами. Не так, как любители или люди, которые только присматриваются к этому делу. То есть, человек не профессионал, с ним все понятно. Он, ну, так, получится, не получится, ну, ладно, в следующий раз попробую. Что, может быть, может еще разок получится, а может не получится, ну, и фиг совсем. То есть, это вот разговор человека вообще не профессионал. Профессионал, он говорит, да, есть вопрос, есть дело, я его просто беру и делаю. И делаю со стабильным результатом. Вот примерно это хочет от нас описание, примерно, а точно. Чтобы мы в этом деле стали профессионалами, чтобы мы умели соблюдать свой сосуд в святости и чести. То есть, чтобы мы знали себя самих, знали, где наши славы и места. И умели вовремя поставить этот заслон, поставить щит веры, для того, чтобы дьявол нас не смог поранить. Чтобы наш сосуд оставался в святости и чести пред Господом. Не буду говорить методы, то есть, понятное дело, что, как само Писание говорит, ну, как пример, да, вещи, например, вещи непотребные, не положу перед собой. Давид говорит в псалмах. Или вещи нечистые. Ну, вот, то есть, ну, мы понимаем, да, что в рамках нашей культуры это как раз-таки и всякие интернеты, и телевизоры, и наши телефоны, которые полны, ну, могут наполниться, то есть, всякой пакостью, всякой вот подобной, подобными вещами. Но наша задача не класть эти вещи перед собой. Понятное дело, что за всех утюгов на нас все это сыпется, льется, но есть определенные вещи, которые могут нас оградить, помочь нам оградить. Да, там, родительский контроль, там, все вот эти вот фокусы, то есть, ну, в конце концов, в нашем сердце вот это вот понимание, что можно, а что нельзя. То есть, если мы случайно это увидели, не нужно задерживать на этом внимание, не нужно гонять это в голове, потому что это непременно приведет нас, заведет нас дальше, и мы не туда, куда мы хотим попасть. Все, на этом все. Давайте с вами усвоим этот момент. Это очень важный момент, потому что, ну, жизнь такая сейчас. Это установится все больше. Давайте с вами, на самом деле, будем обращать на это внимание, такое хорошее внимание, чтобы не попасться на удочку дьявола, чтобы не разрушились семейные отношения, узы брака, чтобы они не были нарушены. Тем, кто не в браке, тем более нужно соблюдать свой сосуд в святости и чести ради того, что Господь приготовил для вас. Отец наш Небесный, благослови, пожалуйста. Благослови, пожалуйста, этот день во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, пожалуйста. Благослови, пожалуйста. Продолжение следует...